МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, ни о ком из церковных иерархов не написано больше, чем о жизни и деятельности нашего земляка, митрополита Сергия Старогородского. Да и вряд ли кому из первосвятителей выпала доля этого митрополита. А с осени 43-го года и патриарха Сергия. Причем, что подозрительно, количество авторских листов иностранного происхождения в десятки раз превышает отечественные. Будущий глава Русской Православной Церкви, в миру Иван Николаевич Старогородский, родился в семье священника Алексеевского женского монастыря в городе Арзамасе Нижегородской губернии 11 января 1867 года. Быстро пролетели годы его учебы в Арзамасском духовном училище, в Нижегородской семинарии и в Петербургской духовной академии. И в 23 года юноша был пострижен в монахе с именем Сергий. В 1890 году молодого иерармонаха направляют служить в Токио, где он за несколько месяцев освоил японский язык. В 1901 году он становится епископом Ямбургским, Санкт-Петербургской епархии. Естественно, он побывал и у нас в Сарове на торжествах 1903 года, проехав на лошадях через Арзамас, Ореховец, Глухово, Вертяново, Дереево и Балыково. А в 1905 году его назначают на финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением Сан-Архиепископа. Вскоре он становится митрополитом Владимирским, а в 1923 году – Нижегородским. Вот здесь и заметим, что именно в это самое время, после смерти патриарха Тихона, и начался долгий этап противостояния двух ветвей православной церкви – русской и зарубежной. Поскольку названный преемником в завещании Тихона митрополит Петр находился в тюрьме, с декабря 1925 года владыка Сергий вступил в исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя. Однако вплоть до 1936 года он сам именовал себя заместителем местоблюстителя. Но декабрь 1925 года омрачился угрозой раскола в среде иерархов церкви, когда 10 епископов Донского монастыря во главе с Григорием образовали Временный Высший Церковный Совет. Но Сергию удалось предотвратить этот и последующий намечавшийся расколы и приступить к решению самой важной проблемы – легализации церковной жизни в большевистской России. К тому времени не созывались соборы, не работал сенот, жизнь в приходах угасала, церковь была фактически обескровлена, ведь через Соловки прошел почти весь епископат. Как ни странно, именно соловецкие узники сыграли величайшую роль в разрешении проблем отношений церкви и власти. 17 епископов, находясь в заточении на Соловках в июне 1926 года, написали письмо в правительство, где говорилось о необходимости легализации религиозной жизни, но без вмешательства власти во внутренние дела церкви. Другими словами, был предложен компромисс без мировоззренческого примирения. А владыка Сергий почти одновременно с ними также обратился к советской власти с прошением о разрешении на созыв епископов, об издании вестника Московского патриархата, об открытии духовных учебных заведений, о регистрации местных церковных органов и так далее. Он обещал лояльность власти и разрыв с политиканствующим духовенством. Власть не пошла на это, но за Сергием установили наблюдение, а затем его арестовали. Однако через три с половиной месяца освободили, что дало повод недругам обвинять его в сотрудничестве с ОГПУ. Следует сказать, что тогда в этом учреждении за борьбу с религией отвечал, словно одержимый бесами, некий Тучков. Говорят, что под его кураторством и была составлена декларация, которую подписал митрополит Сергий. В ней от зарубежных епископов требовалось письменное обязательство в лояльности советскому правительству. Ну так почему же наш митрополит подписал этот документ? Ответ прост. Во избежание расправы над соловчанами и с целью предотвращения новых арестов священнослужителей. Тогда, в 1927 году, это было единственным компромиссом, дабы уберечь многомиллионную пасту народа от жестокого выбора между катакомбами, то есть нелегальным положением, и очередной схизмой, что в переводе с греческого означает «расщепление» или тот же «раскол». Такая позиция митрополита была сродни унижению, да, но и частью вынужденной дипломатии. Вспомним, не подобно ли делал великий Александр Невский, когда приезжал с дарами и на поклон в Золотую Орду. Кстати, помогали ему нести эту тяжелую ношу выдающиеся церковные деятели того смутного времени, среди которых, в частности, был автор летписи Серафима Деревского монастыря, митрополит Серафим Чичигов. Они понимали и предвидели еще более изощренные гонения на православие. Однако тогда наша страна находилась на пороге вступления в Лигу наций, а зарубежные клирики призывали мировых политиков воспрепятствовать этому. Вот тогда, как черт из табакерки, вновь возник Тучков, тот самый преданный соратник идеолога-руководителя антирелигиозной политики в государстве Емельяна Ярославского, он же Миней Губельман, и предложил Сергию организовать пресс-конференцию. Тот вновь вынужден был согласиться, но перед нею выторговала у власти ряд условий. Поэтому на вопрос о гонениях на верующих митрополит отвечал, что их не было и нет. А репрессии применяются не за религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за различные противоправные действия. Замечу, между прочим, что Тучков уже в 1957 году, узнав от врачей, что жить ему осталось недолго, пригласил к себе в больничную палату патриарха Алексия I. Вероятно, исповедовался в грехах. А тогда, взамен на очередные уступки митрополита, Старогородскому было разрешено составить письмо на имя Петра Смедовича, состоящего из 21 пункта условий, направленных на защиту прав верующих. Адресат был выбран не случайно. На поле большой антирелигиозной игры Смедович был очень весомой фигурой, главой секретариата по делам культов. Однако его деятельность до сего дня сокрыта дымкой тайны догадок. Но если бы Зубр, проживающие в Мордовском заповеднике, узнали, что их лесные годы, названные именем Смедовича, они бы, наверное, все в одночасье и сдохли от тоски. Да и люди не ведают всего того, что в прошлом натворили некоторые личности, чьими именами названы улицы, заводы и станции метро. И это не так уж безобидно, поскольку подобные выиски до сих пор вводят людей в заблуждение, искажая историю. А потом мы сетуем, что ее искажают недруги. А мы сами этот процесс запустили. К примеру, под руководством Сталина мы победили фашизм, а его имени нигде нет. Иногда же доходит до смешного. К примеру, в той же Мордовии племенной конезавод, почему-то названным именем Бездетной Крупской. Это какое-то извращение, но мы отвлеклись. Надо ли говорить, что реакции многих представителей духовенства на вышеназванную пресс-конференции была отрицательной. А он и это стерпел. Но узнав о начале Великой Отечественной войны, Сергий сразу же, 22 июня 1941 года, раньше Сталина на 10 дней, написал обращение к пастырям и верующим людям, благословив всех, кто решился отправиться на фронт. А менее чем через два года Сталин положительно откликнулся на просьбу митрополита об открытии счета для сбора церковных средств на помощь Красной Армии в борьбе с фашистами. А уже в сентябре 1943-го вместе с еще двумя митрополитами Сергий был принят Сталином. И это было поистине историческое событие, положившее начало возрождению православной церкви в родном Отечестве. Символично и то, что 19 сентября того же года в день памяти святого благоверного князя Александра Невского состоялась интронизация Сергия в сане патриарха. Но через 8 месяцев он, фактически управлявший нашей церковью на протяжении 18 лет, скончался. Многие могут задаться вопросом, почему же владыка Сергий, выражаясь молодежным сленгом, столько раз за свою жизнь прогибался под изменчивый мир? На этот вопрос дал ответ философ Николай Бердяев. Героическая непримиримость отдельного человека готова уйти под расстрел, прекрасно, полновесно и вызывая чувство нашего восхищения. Но в России есть еще другой героизм, другая жертвенность, которую люди не так легко оценивают. Патриарх Тихон, митрополит Сергий – не отдельные частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними всегда стоит не их личная судьба, а судьба церкви и церковного народа как целого. Они могут и должны забывать о себе, о своей чистоте и красоте и говорить лишь то, что спасительно для церкви. Это и есть огромная личная жертва. Ее принес патриарх Тихон. Ее принес митрополит Сергий. Отдельный человек может предпочесть личное мученичество, но не таково положение иерарха, возглавляющего церковь. Он должен идти на иное мученичество и приносить иную жертву. А в заключении скажем, что 13 августа 1917 года в Арзамасе во время празднования 150-летия со дня рождения патриарха Сергия нынешний патриарх Кирилл открыл ему памятник на площади, также названный в честь нашего великого земляка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok